Сделали очередную подборку о жизни в Турции, исходя из наших наблюдений. Ты на канале Turkey Space, я Олеся. Я Владимир. Погнали! Турецкий алфавит почти полностью повторяет латинский, но в нем нет букв Q, W и X. Буква C читается не как K в английском, а как G. В турецкой речи есть поговорка «не ронять челюсть». Такой совет вам могут дать, если считают, что вы слишком много болтаете. Дыру-дыру. Дыру-дыру. У каждой стороны света в Турции есть свой цвет. Север – черный, юг – красный, восток – синий, запад – белый. Средиземное море считается западным, поэтому тут его называют белым. Парикмахерские часто делятся на женские и мужские. В них, как в баню, приводить ребенка должен родитель соответствующего пола. Но сейчас уже все больше появляется в семейных салонах красоты. В Турции есть женские пляжи. И если захочешь прийти туда семейной парой, тебя не пустят. И еще почти все пляжи в Турции платные. Кажется, что ЕГЭ – это слишком серьезное испытание. Ведь количество баллов определяет шансы на поступление в ВУЗ. Так вот, у турок все еще круче. Кроме экзаменов, учитываются все школьные оценки с пятого класса. Халявь не получится. Дети в Турции в школе учатся 12 лет. Чтобы заключить брак в Турции, нужно предъявить медицинские справки, сдав анализы на ВИЧ, гепатиты, сделать флюорографию, а также пройти психиатрическое обследование. Вот это очень полезная вещь. Да. Гражданам с психическими расстройствами заключение брака запрещено. Турки не спешат жениться. Так как мужчина сначала занимается карьерой, стабилизацией своего финансового положения. А лишь потом думает о семье. Вот это тоже очень полезно. Современные турки обычно поздно заводят детей, так как сначала занимаются карьерой и зарабатыванием денег. Чаще всего современные турки имеют одного ребенка в семье. Если видишь семью с большим количеством детей, то скорее всего это арабы, сирийцы или смешанные семьи. Декретного отпуска, так же как и пособий по материнству в Турции нет. Максимальный отпуск это 3 месяца. Полтора месяца до родов и полтора после. И оплачивается он лишь частично, как больничный лист. Поэтому новоиспеченная мать либо выходит на работу и нанимает няню, либо сидит дома за свой счет. Скорую помощь на дом в Турции не вызвать. Она приедет лишь к больному, которому угрожает смерть. Например, инсульт, инфаркт и так далее. В остальных случаях до больницы нужно добираться самостоятельно. Вот это вот очень полезно. Ты как работник скорой помощи, да? Если заболел ребенок, то родителю больничный не оплачивается. Дома сидеть необходимо за свой счет. Если заболел работник, то первые 2 дня больничного листа вообще не оплачиваются. Государственных бесплатных садиков в Турции нет. Если нет денег на детский сад, то до школы придется сидеть с ребенком дома матери. В Турции курить можно повсюду. В буквальном смысле, где угодно. Кроме государственных заведений и банков. В Турции каждый человек должен жить по адресу, по которому зарегистрирован. Если ты переехал, то в течение 20 дней необходимо об этом сообщать в службу по делам народа населения, если ты гражданин Турции. Или в миграционную службу, если ты иностранец. Иначе штраф 128 лир. А за указание адреса, который не соответствует твоему фактическому проживанию, штраф 2673 лиры. Нехило такой. Да, такой нормальный. Иностранцы еще могут это попросить. Иностранцы могут и депортировать, амулировать ВНЖ. Да. Иногда может прийти полиция и проверить, проживает ли гражданин в квартире, в которой он зарегистрирован. А если никого нет дома, то будет спрашивать у соседей, живет ли здесь тот или та. Турки очень суеверны. Турки свои сбережения держат в долларах. И даже каждый день торговцы после работы идут и меняют заработанные на доллары. Так как лиры нестабильная валюта. Какие разумные люди турки. Снять квартиру на месяц, находясь уже в Турции, практически нереально. Местные предпочитают сдавать сразу на длительный срок. Расскажи, как у нас друг пытался это сделать. Да, товарищ пытался снять квартиру здесь на месяц. В итоге он смог найти не за один день, не за два, не за три. Это было очень сложно. И это стоило 4 раза дороже, чем обычная стоимость квартиры. И через знакомых. И через знакомых. Поэтому нужно позаботиться об этом заранее. Угу. При аренде квартиры на длительный срок, местный всегда просит оплатить сразу весь срок аренды. Это сложившаяся практика в течение последних двух лет. Без наличия ВНЖ из коммунальных услуг на себя можно оформить только свет. Остальную коммуналку только при наличии вида на жительство. Домашний интернет подключается на конкретного человека. И при переезде из одной квартиры в другую перевозится прямо с собой. И тоже только при наличии ВНЖ. Иностранец, получивший ВНЖ в Турции, имеет право на бесплатные курсы турецкого, английского языков и освоение разных профессий с выдачей дипломов и сертификатов государственного образца. Например, курсы ИСМЭК в Стамбульском университете. Полицейские в Турции очень дружелюбные. С ними даже можно сфоткаться, если их об этом попросить. Наличие ВНЖ в Турции не дает права на работу. Для этого необходимо оформлять разрешение на работу. Чтобы получить разрешение на работу в Турции, нужно, чтобы у работодателя, помимо тебя, работало еще пять турков. То есть правило такое, что на пять турков один иностранец. По-другому никак. Разрешение на работу привязывается к конкретной компании, в которую тебя взяли. Если ты уволился или тебя уволили, нужно делать новое разрешение. Если иностранец получил разрешение на работу, и оно, например, сгорает при увольнении, то ВНЖ уже не действует, даже если по датам оно еще действительно. По вечерам в Турции нередко слышны громкие стрекотания. Это цикады. У каждой семьи в Турции дома живет кошка, а иногда и не одна. У нас тут соседний дом, там куча окон, и в каждом окне есть кошки. Да. А на третьем этаже их там сколько? Четыре или пять? Четыре или пять. Турки очень любят заводить рыжих котов. Считается, что они приносят финансовую стабильность. В Турции очень большая инфляция. Цены растут каждый день на один-две лиры. В Турции местная кола даже вкуснее американской. Я ее обожаю. От турецкого хлеба сильно толстеешь, но все равно продолжаешь его есть. Ну уж очень он вкусный. Я вот уже набрала тут килограммов шесть. Агуба десять. Молчу. В турецком языке очень много слов из русского и особенно украинского языка. Дипломы турецких вузов действительны в Европе и не требуют подтверждения. Закончил турецкий вуз и езжай, работай в Европе. Турки очень хитрые. Не воруют, но могут обдурить. На этом все. Подпишись на наш канал, чтобы нас становилось больше. Ставь пальцы вверх, чтобы алгоритмы YouTube чаще показывали это видео. Свои вопросы, замечания, предложения оставляй в комментариях. И если есть желание, можешь рассказать свою историю там же. А также у нас есть почта, на которую можешь прислать анонимный вопрос. Она указана под видео. Обнили, подняли и немножечко хрустнули, чтобы было приятно. Пока. До свидания.